всем привет с вами gnome это вторая часть обзора грядущих карт почему почему грядущих потому что сегодня аддон уже вышел и этими картами уже можно играть но так как я как всегда все просто упочил все протормозил я не то что успел не успелами поиграть я не успел даже сделать обзор поэтому вторая глава вторая часть обзора карт которые уже играют но которых я мало имею понятия будет в они интереснее итак классовые карты мага колоды безумия спал за две маны легендарный спал за две маны превращает все заклинания в вашей колоде в случайно заклинания на три дороже при этом монокосты их остаются прежними то есть сплы изменяются на другие которые дороже но монокост остается к примеру есть у нас например флэм страйк флэм страйк превращается в случайное заклинание за 10 маны но продолжает стоить 7 и с одной стороны конечно это рандом рандом мы жизнь начали кладем свою колоду хорошие заклинания те которые максимально эффективны они превращаются в случайное случайно заклинания они всякие бывают мы бывают и плохие и не хотелось бы играть с чайными заклинаниями но но они получают от бонусных 3 монокост а то есть они очень-очень как бы дорожают не дрожа и 3 это очень-очень много и вот это вот прибавка 3 оленых монокост а она компенсирует на вот этот безумный рандом тем более когда мы говорим о плохих заклинаниях как правило это заклинания недорогие дешевые заклинания часто бывают слабыми неэффективными но дорогие заклинания в подавляющем своем большинстве они реально что-то делают полезно не легко найти бесполезное заклинание с большим монокостом то есть так или иначе все они будут что-то делать полезные мы получаем огромное количество алоэ то есть этой карты чувствую что мы будем часто видеть в тролльдине если раньше мы 1 только йог сароны видели то теперь будем видеть йог сарона и колоды безумия причем что интересно сама настой 2 маны то есть теоретически она не может взять как мы заклинание за ноль и превратить в другую колоду безумия таким образом чтобы все заклинания еще стали на три дороже ну совсем что-то невероятно закрутить то есть легендарное заклинание и вот одно 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 в колоде в общем очень интересная карта я уже потестил в дуэлях дуэлях показывается кстати великолепно но может быть может быть даже и по 3 кто-то и поиграет кондитерские смерть 2 мана может 3 2 бутыл край в руку двух сахарных элементарий 12 сахарный металл вот за 2 мана еще тушка на что же довольно много валу и он сам по себе за 2 мана перед банк вот это еще две тушки какой агро мага особенно если связи с элементариями мне кажется можно и без связка с элементариями потому что эти очень много мяса на по сути это три карты они активируют комбо для вот этой единички 12 до вообще нормально нормально карта может быть может ли в агромаге заиграет мастер игры ваш первый секрет стоит на каждом ходу стоит один он похож на мужика из классического набора 4 3 который просто и следующий секрет делает монахоз 0 но этот не работать немножко иначе то есть мы тоже на 3 ход можем поставить мастера игры и на одну ману поставить секрет и если он выжить у нас есть вот мы еще можем за 1 ману поставить секрет если выжить а может и не выжить ну если будет какой-то совсем секретный маг может быть в обычных условиях маловероятно все таки за 3 маны 4 3 это лучше чем за 2 маны 2 3 игра с подвохом секрет если вы не получаете урон на время хода противника выберет 3 карты это секрет невероятно сильно он очень крутой в любом агромаге почему потому что агромаг давид когда ты играешь против оградеки если ты не другая градека то ты как правило обороняешься это обороняешься у тебя мало времени чтобы бить лицо оппоненту ты как-то убиваешься часть контролируешь стол там копишь броню может быть и в агромаге его прокнуть очень легко пока ты атакуешь оппоненту некогда бить тебя в ответ соответственно очень легко взять 3 карты за 3 маны что очень круто а если сыграть что как-то дертва вот опять же например через мастера игры или за через что 4 3 не по как называется то это вообще супер мега ибо круто метания колец вы раскапываете секрет и применяйте его за 4 маны что за фигня но есть порча если мы запортили эту карту мы раскопаем два секрета чтобы запортить ее нужно пока она в руке сыграть карту за 5 маны или дороже и за 4 маны два секрета это уже другое делает совсем другое дело но опять же вот эти все порчи очень трудно экспрогнозировать потому что это должны какие-то специфические особенные деки шансы есть но какой-то уверенности нет кстати вот эта картинка это как раз арты из ярмарки безумия там есть такой делик кидать кольца в черепаху беседший жутко оккультистка призывательница если у вас есть активный секрет призывает копию этого существа то есть мы получаем два существа 44 плюс тут не написано там призовите нам 2 пульти скудись написано копия если каким-то образом он в руке пробахается то и копия тоже будет оба ну соответственно обороты бахами то же самое ну смотреть довольно карт нам показали на секреты 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 похожи есть какие-то шансы у агрессивного агромага опять же представьте мы играем агрессивным агромагом и за 4 маны можем оставить два существа 44 вполне достойно элементарь фейерверков за 5 маны 3 5 battle crime наносит 3 единицы урона существу а если мы успели запортить наносит 12 единиц урона существ 12 единиц урона это практически гарантированное убийство любого существа крайне трудно найти существо которое не умрет на 12 урона при этом нас не пугают баблы потому что это маг маг пингом может снять бабл и нас не пугает антаргет когда у существа есть антаргет его нельзя таргетить силы героя его нельзя таргетить заклинаниями но существами его таргетить можно и этот элементарь может убивать существ с антаргетом то есть ну достаточно круто но очевидно что тут никакой не агромаг это совершенно оборонительный маг может быть в какой-нибудь связке с элементарями ну потому что чтобы активировать нужно играть blizzard или пламя страйк или чем-то такая в общем ну нужно подождать причем сможешь себя показать но тем не менее а вот если мы его не запортили но все равно не так плохо 5 маны 3 5 3 дамага не так плохо на самом деле вполне вполне нормальная карта то есть да 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 я с тобой согласен иди сюда править с воржей за 6 маны 5 легендарка батл край выберете одну карту улучшается за каждый ваш секрет сработавший в этом матче то есть именно уже стоит на столе сколько у нас секрет сработал секрет секретов сработало столько мы берем карт батл краем минимум одна если мы сыграли 0 секретов мы возьмем одну карту неплохо 2 хорошо я думаю три или больше еще одна еще одна карта в агрессивного агромага пока все что я вижу очень круто кормит агрессивного агромага может быть у нас за мной будет уже был агрессивный агромаг через секреты может быть у нас снова появится такой архитип актуально маска ктуна наносит 10 единиц урона случайно распределяем между всеми персонажами а ты сейчас на этой карте не впечатляет сама по себе и я с трудом представляю как кто-то кладет ее в колоду надеюсь ее сыграть это скорее всего как спел которая где-то случайно вылезает из йогса ронали или как-то удороженный через вот эту двоечку легендарную вот так вот я могу себе это представить но прям вклад это в колоду если честно что-то не внушает заключительный фейерверк призывает мужика 8 8 за 8 маны мужика 8 8 повторяется за каждого элементарно что вы разыграли на прошлом ходу а у нас есть кондитерский смерч правда держать кондитерского смерча до 7 маны чтобы разогнать и поставить фейерверк не очень круто потому что этих элементарий нет таунта то есть это такое атакующее движение но они никак не поможут тебе обороняться и получается ты ход тратишь на элементарий чтобы разогнать потом играешь фейерверк надеешься что тебя контратакой не убьют как то это все это медленно неуклюже и сомнительно было по них там туда да это было бы имба потому что все все ты заставил стол заходите дорогие гости вот я вам на 7 поставлю смерча двух сахарных элементарий могу больше ничего не сыграть на следующий ход я поставлю 4 таунта 8 8 но таунтов нет это просто туши 8 8 мимо которых легко пробежать вот так вот так что ну фиг знает по моему медленно и неуклюже вот такие у нас были карты мага идем дальше паладин помойок секрет когда противник применять заклинание вместо этого применяя случайно заклинали за тоже ману паладину очень сильно подводит тут факт что его секреты стоит 1 ману а ну не должно быть супер крутых карты за думану карты за одном он должен быть в меру сильными да и обычно близор с этим справляется поэтому как правило все секреты паладину полное надо нормальные секретки появляется которым не стыдно поиграть но как правило секрет паладина за них испытываешь какой-то испанский стык потому что блин опять как это говнище не получается у паладина с секретами за думану бризерли бы взяли сожгли бы все эти секреты за думану и делал начали бы делать ему за 2 маны по круги например дали ханту или там трехмановая как могу на поле секреты с нормальными эффектами это он карту занимает занимает а эффект у него ничьи мизерно иногда вам пригодится но тратить целую карту на то чтобы надеяться что мы круто испаганием спелл оппонента нет но это полная ваша вы раскапываете заклинание ваш герой воспалять здоровье размере устойности вот это очень круто мы как бы не тратим карту мы за карту рассказываем заклинание причем при раскопке шанс не угадать низок наоборот это скорее способ найти решение для текущей игровой ситуации как нужно с защищаться мы чем консекрэйшн поищем нужно нападать на еще очень поищем общем такой и тулбокс попытка найти необходимое решение плюс встроенный в него хилл и единственная ложка дегтя это опять же все те же секреты которые достаточно много которые будут нам попадаться и забивать наши раскопки но мы пытаемся найти решение нам посовывать секрет один-два вы даже 3 и ёптвою мать вот этот факт конечно будет портить но вообще шансы и картинка среди посты укротить драконов мурлок какой-то вечно союз мурлоков у драконов у паладина и к ни разу не играл пока не заиграет на за 2 маны 2 3 до срата выберете драконы даже имбаза 2 маны существует 23 то что молок это хорошо это ну есть какие-то связки с мурлоками он еще и при смерти берет дракона ну валуев невероятно просто 2 маны 2 3 берет карту ну блин ну ни разу еще не было паладина на мурлоках и драконов пока не было ни разу и ну хрен знает вдруг появится единство что в карте просто бомбедный арт просто шикарно нравится такая рисовка крупная день на ярмарке призывает трех рекрутов паладином за 3 маны порча призывает 5 короче раньше помните была карта если помните давным-давно в серебряном кажется турнире большом турнире была карта называется call to arms кажется так гей парад короче назывались за 3 маны он призывал трех мужиков 33 то же самое но к ним прилагалась пушка 14 и с этой пушкой карта была лютая имбана был невероятно 17 создал огромное колодка листов валуев на столе она позволяла контролить стол немного бить лицо оппоненту в общем валу был невероятный это такая же карта но без пушки и что правильно на полное говно она совершенно шляпа мы можем конечно запортить и вместо трех поздных рекордов призвать 5 но это потеря темпа потому что вот такие карты они хороши как бы ложка дорога к обеду они хороши вовремя и вы мелочи это явная агрессия мы должны давить 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 мы должны каждый ход с первых ходов будет давать мощный темп нам нет времени заряжать порчи этот день ноября киня этого же полная карнавальность вызывала когда призываете существо с одной из здоровья она получает плюс один призыва очень важное слово призываете не разыгрывать из руки призывайте любым способом это означает что когда мы используем обилку эффект срабатывает мы получаем рекорд 2 2 3 когда мы играем вот эту карту мы призываем трех половинных рекордов и каждый из них становится существом 2 3 это уже другое дело тут есть о чем говорить появилась какая-то связка но эта связка из двух карт давайте посмотрим достаточно ли нам накидают карт в коллекцию вот этих вот прокачки паладинов был был один раз паладин который не то чтобы был прям весь построен на токенах но одна одна из его механика одна один из его элементов это была работа с токенами пробах вот и может быть эта история повторится пока по крайней мере связка очень любопытная карнавальность зазывала продавец шариков battlecrime ваши паладины рекруты а это то что нас сабилки призываются получать плюс один к атаке так а вот этой карты мы призываем паладинов рекрутов ранее до паладинов рекрутов это те паладинчики которых мы призываем сабилки ровно таких же мы призываем слов и вот они получают плюс один к атаке и божественный щит то есть полная связка выглядит так мы скажем ход на 6 разыграем карнавального зазывалу ну допустим мы без порчи разыгрываем 3 рекрутов они размером 2 3 передаем вот представляем что нам их нет мудуха лиц один ход после этого мы даем еще плюс один к атаке я не получается 33 существа с бабло ну достаточно сложная комбо конечно при условиях я можно закрутить в один ход на это стоит 10 ману то есть на 10 ход можем дать день на ярмарке может быть даже 5 паладин на 10 ход карнавальный зазывала и продавец шариков да и по цифрам все сходится ровно 10 маны 5 место занимает 5 рекрутов шестой слот занимает вот этот мужик и седьмой слот занимает этот мужик ну то есть весь пассиан сходится по мане пассиан сходится по месту на старе пассиан сходится все сходится но на 10 мане так мало кого учишь это надо быстро играть надо играть несколько ходов поэтому опять же пока не понятно так карусельный грифон за 5 маны 55 мех бабл порча получает плюс 3 плюс 3 и провокацию то есть если мы запортили за 5 маны 88 бабл там очень жирная карта очень жирная и паладин может играть в контроль паладин может играть в ворону то есть теоретически могу себе представить как мы играем что дорогое это 6 или больше а потом играем за 5 маны 88 бабл провокация это очень большое существо весьма солидная танцы есть тем более что механизм это может быть как-то используем за 5 маны 55 battle cry когда вы призываете паладина рекрута он получает бабл эффект действует до конца матча это означает что в аттракциона убьют а эффект останется это очень круто помните было ну опять же помните опять же большом турнире была карта морель нейтральный легендар который улучшала пассивную обилку и паладин вместо одного токена начинал по виду эффект был невероятно это был очень круто эффект проданцы да и не это была другая тогда этим можно было кого-то удивить сейчас вряд ли этим кого-то удивишь но тем не менее карты было невероятно сильно и сейчас что-то подобное но классовая именно на паладина то есть мы до конца боя призываем не просто мужичка один-один а мужичка один-один с баблом тут уже можно как с ним работать да и сам по себе один-один с баблом это уже другое дело совсем за 5 маны 55 сушки ну вполне достойно вполне достойно это если как-то паладин сможет затянуть игру чтобы воспользоваться этими мужичками то да да очень интересная карта молот на рук за 6 маны 3 3 battle cry призывает 66 мужика с провокацией ну смотрите за 6 маны мы получаем 66 там там уже кое-что плюс 9 распределенных дамага конечно ну тяжеловат такой скажи если он за 5 маны призывал 55 и такие же статы это было бы лучше но тем не менее что имеют и имеем чем богат и да за 6 маны мужик 66 станут он это важно и 3 по 3 3 по 3 то немало на самом деле это ну не так плохо но но это кое-что это есть о чем говорить может быть может быть опять же уверенности нет но может быть смотря как быстро будет бить морду все это карты конечно медленно так легендарно за 8 мана 75 battle cry если в вашей колоде нет ни классовых карт получает натиск лайк стил там и бабу ну есть конечно же у паладина карты с подходишь похожими условиями ну вы помните наверняка да из старых сетов карты с подобными механиками вот еще одна подобная карту миг такая если у нас нет ни классовых карт но мне кажется не то чтобы прям омг какой бонус скажем так если будет сама по себе хорошо изящно собираться паладин в котором нет классовых карт это хорошее решение но вокруг нее конечно ничего собирать не будешь ты не будешь специально собирать колоду под нее потому что она не столь сильно у нее нет рывка чтобы сходить лицо у меня только на диск она не столь неуязвима на может быть таргетом для там для овцы какой-нибудь для чего-нибудь такого для сайленс она может быть таргетом и статы у нее не то что прям мега огромный так что ну чё-то так себе так это у нас карты паладина кончились но что такое чувак что за этим так что что-то давай почешу извините срочные дела чешу киску прямо в интернете приз за 2 маны вы берете существо порча она стоит на 2 маны меньше берете откуда из колоды вот какое мы все что положили в колоду какой-то из них одно мы и возьмем ниоткуда это там колоде нет ничего не возьмем пока карты есть и на самом деле вполне интересно потому что карту заб Joy mano запорте мне сложно мы играем карту за 3 маны и мы уже запортили прозрение то есть его достаточно просто активировать получать а мы тратим карты мы меняем прозрение на существо карту на карту и мы в таком случае если мы ее запортили не теряем ма на потому что мы две моды потеряли потратили на прозрение плюс на 2 ма на удешевле существа но Казал бы, нахрен нам это надо Нам какие-то сложности, чтобы карту поменять на карту И две маны поменять на две маны Мы ничего не выиграем, мы ничего не получаем Есть только одна причина, почему прозрение может как-то себе показать Это возможность сыграть дорогое существо раньше времени Например, и зеру на седьмой ход Или, ну, какой-нибудь, понимаете, там, смертокрыло на восьмой ход Что-нибудь такое Дорогое существо поставить раньше на два хода, чтобы, ну, удивиться первым О, мой бог, нифига себе, на две хода раньше, офигеть А если два, нет, два, два нельзя В смысле, это будут разные существа Вот, либо второй способ Это какие-то строго конкретные существа для конкретной комбо-деки Ну, например, у нас в деке одно существо, малигос И больше у нас существ нет И мы, если малигос не в руке, гарантированно берем этого малигоса Которого стоит на две маны меньше Ну, или что-то подобное Вот так вот оно может играть Но вне этих святых нет Потому что мы ничего не выиграем Карта меняется на карту, две маны теряются на две маны Это происходит, что мы еще и запортили Так что, вообще, очень специфическая карта Гадание по руке Вы раскапываете заклинание За три маны уменьшает стоимость карт в руке на один Слушайте, а вот это круто Это, помните, была карта Таурисон Таурисон из Черной Горы Легендарка, которая каждый ход удешевляла нашу руку Имба была невероятная Была, не только темп давала нам огромный Она также активировала различные комбинации Которые недоступны сами к себе Вот с тем же малигосом С тем же Ктуном Тот факт, что мы удешевляем всю руку Это очень много Это прям, ну, появляются такие связочки интересные И мы, как бы, вначале раскапываем заклинание А потом оно же и дешевляется Мы, как бы, и карту не теряем И, скорее всего, валуев получаем Ну, вообще, очень выглядит любопытно Любопытненько В каких-нибудь комбо деках тоже вполне может быть Вначале мы удешевляем, например, существо вот так Потом еще удешевляем вот так А на следующий ход нас убивают, пока мы херней занимаемся Назманийская колдунья За 3 маны 2.5 Посту, как вы применяете заклинание Меньшая стоимость случайных карт в руке на 1 Ну, за 3 маны 2.5 это хорошие статы Они такие оборонительные То есть, что они очень просто убить Понятно, что Назначение этого существа Не круто воевать Не бить морду Не особо размениваться Его задача стоит на столе И, ну, 2.5 помогает Справляться с этой задачей Но оно удешевляет стоимость Одной случайной карты Вот эта карта удешевляет всю руку А это удешевляет одну карту Это меньше, чем всю руку Обычно Но, если нам будет прям очень уж важно Удешеветь именно Что-то удешевить То, может быть, поместится и она Ярмарочный шут За 3 маны 4.3 Таун За 3 маны 4.3 Таун, понятно Никто не будет играть в латтере Это максимум арена карта Но порча И он становится за 3 маны 4.6 Таун Совсем другое дело И, опять же, карту за 3 маны Не столь сложно запортить Это не такой большой монокос Который запортить сложно Мы сыграли Холинова за 4 Наш ярмарочный шут запортился И он уже за 3 маны 4.6 Таун О, 4.7 4.7 Это я считать плохо умею Напоминает Помните, я в Принск часто играл Рубакой Раненым Рубака за 3 маны 4.3 Но его можно отхиливать А вот Рубака только сразу полноценный Его не надо отхилить Он уже готов Очень-очень достойно По-моему Очень достойно Да, круто Безымянный Легендарный За 4 маны 4.4 Батлокрай Становится 4.4 копии Выбранного существа Любого Хотим своего Хотим чужого Как этот Манипулятор Затем накладывает на него немоту То есть вначале Копирует со всеми обилками А после этого Таргетная сальница То есть Стоять нам, например Не знаю Тиреона Да? Я такой Бах! Теперь у меня 4.4 Тиреон А у тебя просто Туша 6.6 Тоже, конечно, неплохо Но обилка у меня И вот так вот с любой обилкой Очень-очень круто По-моему Ее можно просто класть В любого приста И ты всегда найдешь Что посадить Всегда есть Что посадить Всегда Ты чужого сальнисишь Сам обилку Получаешь Очень много Волуева Круто Универсальная Легендарка Хорошая В любой Вообще Колодь В любой Благосклонные духи За 4 Придывая Случайно Существует За 4 Порча Места Придывая Существует За 7 Случайно Ну Надо пробежаться По семерочкам Посмотреть Что там Как там Вообще Что-то Я не знаю Не знаю Не знаю Ну Не знаю Как-то Это И Достаточно Медленно Потому Что Смотрите Ну Чтобы Запортить Нам Нужно Сыграть Что-то За 5 То есть На 5 Ход Мы Играем Порчу И в лучшем Случай На 6 Ход Мы Призываем Рандомную Семерку Это 4 Маны Ну Хрен Мне не нравится Если честно По-моему Какая-то Шляпа Алик Погоди Сейчас Приду Так Предсказатель Судьбы За 5 Маны 3 Таун Баттл Край Получают Плюс Один За каждое Заклинание В руке Сам Семер Механизм Ну Если честно Кусок Говна Видали Мы Различные Подобные Карты Ни одна Из них Даже Близко Не Играла Даже Не Был Намек Абутом 136 Он Так Играл Потому Что Нет Вообще Была Совсем Другая Карта Бри Другие Нет Ну Сколько Он Должен Круто 38 Но Надо Иметь 5 Пол В Роке Это Шляп Пол Даже Для Арена Говно Идол Ишараша За 8 Маны Призывает Копию Существовать Колодой Размером 10 На 10 То есть Мы Получаем Его Обилки А мы Как правило Играем Существами Собилками Его Статы 10 10 Стоит 8 Но По поводу Обилок Иногда Это Рывок Например Иногда Это Чар Иногда Это Дес Раттл Что Все Будет Использовано Все Это Полез Но Чаще Это Батла Край Который Не Сыграется То есть Мы Получим Просто Тушу 10 10 За 8 Что Некруто Ну Это Зависит Зависит От Пристава Может Какой Нибудь Будет Приз На Дес Раттла Может У нас Будет Какой Способ Сыграть Идол Ишараджа На Халявку Но Сам По Себе Он Выглядит Довольно Тяжелым Неуклюжим И Рандомным Чтобы Играть Самостоятельно Кравовый Бог За 8 На 8 8 Батла Край Вы Берете Две Карты Они Расходуют Здоровье Анимано Это Очень Рискованная Карта Конечно С одной С одной Сторон Это Дикий Темп Мы Можем Поставить Существо 8 8 Либо Сразу Вслед Пихнуть Две Карты За ХП Либо Придержать Чтобы Какой-то Вход Бурстануть Сыграть Очень Много Расплатившись ХП Это Очень Очень Опасно Потому Что Во-первых У нас Нет Гарантии Что У нас Будет Много ХП Неизвестно Что мы Предпочли Если На Выбор Сыграть Выбрать Ману Либо ХП Это Одно У нас Не Будет Выбора Просто Мы Не Можем Сыграть Взятую Карту Не Расплатившись Здоровьем И Я уверен Что Часто Будут Ситуации Когда Что Дорого Что Я Сам Себе Убью Поэтому Сидит Как Кусок Говна Кровь Гуна Это Гун 88 А Кровь 99 За 9 Маны 88 Там В конце Ваш Кода Призывает Копия Существует Колода Размером 5 На 5 Интересно Воскрешение Да Он Ничего Не Портит Да Он Жирный Капец Капец Он Жирный Страшно Но Зато Он Сам По Себе 8 8 Там Хоть Какая Оборона Плюс Сразу Существо 5 5 Он Гарантированно Тащит Потому Что В конце Хода Нам Не Нужно Чтоб Он Ход Просто Ял То Он Гарантированно Сам По Себе Там Большой И Гарантированно Тащит Это Конечно Ну Я не Уверяю Что Это Точно Будет Играть Но Валуй В этой Карте Очень Высокий Даже Из руки Наверное Не столь Стыдно Его Играть Конечно Лучше Как-то Иначе Играть Как-то Подешевше Там По Хитрому Но Даже Из руки Такую Карту Сыграть Вот Например С той Двойкой О которой Мы Говорили С Продвением На Седьмой Ход Такой Поставить Мне кажется Наиболее Перспективного Литмап Потому что Ему дали Реально Крутые Связки С секретами Агрессивные Связки С секретами Паладину Дали Какие-то Связки С рекрутами Которые Может быть Сыграет Может быть Нет А Престуно Давали Странных Тяжелых Хар Вот Ну Соответственно Друзья Это Был Второй Выпуск Обзора Я думаю Завтра Я Уложу Третий Выпуск Обзора А там С учетом Того Что я Записыв И выкладываю Этот ролик После Как карта Играет Самые Ценные Комментарии Будут Самые Частые Гдон Ты дебил Там уже Дека Есть Ты что Тупой Что ли Ну Он же Дека Играет Что ты Несешь Вот Скалкарта Плохая Она Играет Или Наоборот Будет Интересно Всем Пока Субтитры Субтитры